Все началось с комсомольского поручения. Во всяком случае для него это было именно так. Однажды члены Бузулукской комсомольской ячейки решили поставить антирелигиозную пьесу. Вот только подходящей не нашлось. И тогда секретарь ячейки отыскал выход. Поручил написать такую пьесу Льву Правдину. На севере под соснами седыми. В огонь костра смотрел я и мечтал. О доблести, о славе, о любимой, которую давно я не встречал. Не выполнить поручение секретаря Правдин не мог, не имел права. А чтобы не вышло осечки, товарищи заперли его в комитетской комнатушке на ночь. Чтобы к утру пьеса была написана. И Правдин написал ее. К утру однокатная пьеса обновил, была закончена от и до. И имела шумный успех по всему уезду. Рукописный экземпляр пьесы каким-то образом попал в Самару. И губ издат выпустил его отдельной книжечкой. Так немного комично и незапланированно началась литературная деятельность писателя Льва Николаевича Правдина. У которого впереди были и другие испытания и успехи. Родился Лев Николаевич Правдин в июле 1905 года в селе Заполье Псковской губернии. Учился в Бузулукской железнодорожной школе, а затем в Оренбургском педагогическом техникуме. Но педагогика очень мало влекла к себе молодого человека, уже попробовавшего свои силы в писательском деле. И вот оно-то писательство и влекло его к себе. Вскоре после первой пьесы в местных газетах стали появляться рассказы и очерки за подписью Лев Правдин. А в 1928 году он стал сотрудником краевой молодежной газеты «Средневолжский комсомолец». Одна за другой в эти годы стали выходить его книги, курс на коллективизацию, трактористы, «Золотой угол» и многие другие. От повести к повести, от рассказа к рассказу крепло писательское мастерство человека, который все глубже и глубже учился смотреть внутрь человека, своего современника. В начале 30-х Лев Правдин – постоянный участник литературных вечеров в Самаре, где с чтением своих новых произведений выступают Иван Фролов, Сергей Гуленков, Ксения Львова, Илья Эльбинзон, Виктор Багров и другие. Читал свои новые произведения и правдин. Читал произведения, участвовал в обсуждениях, учился и мечтал о будущем, которое рисовалось ему светлым и радостным. Примерно таким, как он изобразит его много позже в романе «Бериндеева царство», романе о юности и о юношеских сомнениях и надеждах. Действие этого романа происходит в Самаре, на Самарских улицах и в Струковском саду, который совсем скоро превратится в парк имени Горького. Я только что узнал, какая бывает любовь. Об этом мне рассказала Ольга. В городском саду на скамейке среди лип, припудренных пылью. Солнце уже садилось, вело прохладой, и река лениво выбрасывала на берег теплые волны, тронутые сединой заходящего солнца. Ее, Ольгу, я увидел еще из гостиничного номера и спустился к ней на крыльцо. Мы вместе сошли с крыльца и пошли через площадь, где остывала прокаленная, а за день пыль. Имя церкви на улицу, которая совсем недавно была названа Советской. На городок наплывал мутный вечер, какой обычно настает после знойного ветреного дня. Целый день из степи налетали шалые смерчи, и острые пылинки стучали в стекла. А к вечеру все стихло, стало легче дышать, и появилась надежда на ночную прохладу. В кино мы не попали. У триумфа в зеленом свете роилась молодежь, а над витриной улыбался ослепительный Дуглас. Улыбался он так уже недели две, а билетов все равно не достать. А в другом кинотеатре шла какая-то настоящая красавица. Судя по названию, что-то весьма сомнительное. Это про корову, сказал Ольга. Я на это уже налетела. Судьба нам так гулять. И мы пошли гулять по городу. В 1934-м Правдину удалось получить пропуск на несколько заседаний Первого Всесоюзного съезда советских писателей, где он впервые увидел Горького и многих других классиков. Много позже в одной из своих статей он так вспомнит об этих днях. Увидав на трибуне Горького, услыхав его голос, я замер. В то время я видел просто обыкновенного гениального писателя и умного учителя, который рассказывал мне, как я должен жить, учиться и работать, чтобы заслужить право называться советским писателем. Чтобы заслужить это право, в 1935-м году Лев Правдин был принят в члены Союза писателей СССР. И в это же время в Куйбышеве вышли в свет его роман «Счастливые дороги» и «Повесть апрель». Об этих же счастливых дорогах Лев Правдин рассказал и в романе «Берендиева. Царство», страницу которого мы с вами сегодня читаем. И тогда мы пошли с ней гулять по городу. На углу стояли возле здания райисполкома, украшенного лепниной и красотками с прямыми греческими носами. Здание показалось нам великолепным памятником старины, и мы прошли мимо него в почтительном молчании. «Духота! Сил нет!» – сказала Ольга. И тогда я предложил ей «А пойдем в сад?» У ворот сада, как в деревне, сидели отяжелевшие от зноя люди и переговаривались приглушенными голосами. В саду мы прошли и сели на скамейку. Ольга положила руку мне на плечо и сказала «Хочешь, я расскажу тебе про свою любовь?» У меня такая любовь была. И вот тут-то она мне все и рассказала. Рассказала, как полюбила Ваню Зимина, как были они вместе и расстались. И про последнюю их встречу тоже рассказала, как рыдала тогда, уткнувшись в его рубашку. Не то от любви рыдала, не то от жалости. Рассказав, Ольга замолчала. Наступила долгая тишина под пыльными липами городского сада. Где-то на тропинке ослепительной точкой вспыхнул фонарь, как окончание душного вечера. На соседней скамейке послышался счастливый женский смех. «Где жалость? Там нет любви!» Самонадеянно заявил я. «Эх ты! Сам-то не любил разве? И жалость – любовь, и ненависть – любовь. Измена, мука, счастье – все любовь». И Ольга, я в этом не сомневался, улыбнулась. Ее улыбка была долгая, мечтательная. И, как мне до сих пор казалось, ей совершенно несвойственная. Ольга улыбалась. И улыбка была долгая, мечтательная. И, как мне казалось прежде, совершенно ей несвойственная. Заметил ли эту улыбку молодой человек Лев Правдин? Может быть, и заметил. Но вот сказать о ней тогда он вряд ли мог. Скажет он о ней только многие годы спустя. В автобиографическом романе «Берендеево царство». А тогда его царство было совсем другим. И другими были его герои и их улыбки. Правда, улыбаться им оставалось совсем недолго. Потому что уже начинались совсем другие времена. В 1937 году почти все кубишевские поэты и писатели были арестованы как члены антисоветской террористической организации. За паровоза, как тогда говорили, шел писатель Артем Веселый, которому было уже 40, и книги которого издавались тысячными тиражами по всему Советскому Союзу. Веселого приговорили к высшей мере и расстреляли. Правдин тоже был приговорен к вышке, как ужасный террорист, который якобы должен был приехать в Москву и во время первомайской демонстрации, проходя мимо трибуны, бросить букет цветов с замаскированным в нем взрывным устройством. Этой бомбой должно было разорвать наклочки Молотова. Почему именно Молотова? Этого не мог объяснить никто. Неправдин, которому было предъявлено это обвинение, не следователь, который выбивал из него какие-то признательные показания. Но, несмотря на всю абсурдность обвинения, на этом жизнь Льва Правдина могла бы и оборваться, если бы расстрельные приговоры внезапно не были пересмотрены и высшую меру наказания не заменили Правдину на 8 лет лагерей. Потом был один срок, закончившийся в 1947-м, и второй, начавшийся вскоре после короткой паузы в декабре 1948-го. Были лагеря и ссылка, работа учетчиком, сплавщиком и нормировщиком на складе. И только после марта и холодного лета 1953-го Жизнь писателя Правдина повернула в другую сторону. Под полуночным северным сиянием К невзгодам равнодушия храня Я верил в заповедное свидание С невидимой любимой, говоря С вами был Михаил Перепелкин. Субтитры подогнал «Симон»